всем привет с вами алексей скоро весна и стартуют продажи саженцев фундука и очень часто задается вопрос будут ли они подписаны конечно они будут подписаны вот такого плана идет бирочка цепляется на саженец и вот видите либо ручкой было либо чернилами будет подписан либо маркером значит что я вам порекомендую все это недолговечно честно говоря на таком солнце как сейчас я замечал что ручка бывало ну прям очень быстро выгорает да ну прям очень быстро и маркеры тоже некоторые виды плохо стояли ну вот в общем ну не очень сейчас вот приобрели вот такой датор так называемый до который клац чтобы ускорить процесс да потому что саженную как бы убирок очень много надо изготовить ну их не на подписываешься ну и к сожалению получилась такая ситуация что он ну очень плохо держит хотя это австрия он стоит чуть менее 20 долларов видите просто пальцем беру в общем он не влагостойкий вообще ну я думаю что и не и не стойки к ультрафиолету к сожалению видите и австрия не справляется буду искать конечно дальше но это опять же это она будет подушку запасную приобретать тоже она очень дорого стоит это чернила все пробовать общем ну не очень доволен честно говоря но вручную подписать я вам объяснил плюс сам этот материал он как бы не очень долговечные тут разрывы идут иногда вмешают развиваться если там ну забыть за него чаще всего так и бывает повесили забыли поэтому я рекомендую все-таки такие пластиковые таблички и вставлять возле растения до хороший вариант водостойким маркером надо обязательно атмосфера стойким ну вот вроде как центропен чешские да если это оригинал они не сильно дорогие там не за час все же дорожает на глазах вы поймите ну гривен может 12 он стоил вот они как бы вроде бы неплохие по наблюдениям но я бы все-таки порекомендовал ребят сделайте пожалуйста себе отдельно для фундука тетрадочку или журнальчик это ну не знаю блокнот и туда все записывайте ну вот поверьте вы никогда об этом не пожалеете потом все у вас будет записано у кого брали в каком году когда первые плоды дала это во первых очень интересно во вторых если вы будете периодически туда заглядывать а я знаю что многих времени очень мало на самом деле не до фундука скажем так но результата то хочется там будут опрыскивания вы не забудете если вы этого не сделаете то есть лучше даже на на ежедневник для этих целей маленький ежедневно как у меня если интересно напишите в комментариях я сделаю обзор на свой ежедневник вам понравится вот и будет все хорошо и тогда у нас как мы лечим уже когда у нас растение начинает погибать вот то хрущ у нас съедает растения в чаще всего то у нас растения погибают от болезни дата манилиоз и так далее коричневые от листья растения быстро очень дожди прошли 1 1 1 растения погибать а если бы были скажем так ну выполнены определенные работы да по предотвращению то все было бы хорошо поэтому моя рекомендация это ежедневник небольшой для фундучка не пожалеете вот это ребят это для того чтобы вы знали где посадить и вы из и записали себе сразу же в свой журнальчик где что у вас растет все на вот это надежды нет всем спасибо огромное кто смотрел кому понравилось поставьте пожалуйста лайк этому видео все вопросы в комментариях кому очень понравилось поделитесь просто с друзьями внизу и строчка поделиться и всем огромный привет из харькова ждем сезона вместе и всем пока